Привет, народ! Первая часть советов по Project Zomboi. Начнем мы, пожалуй, с основ, как только вы появились. Самое банальное со старта болтать дом, забрать еду, рюкзак, консервы, консервный нож, одежду и все в этом духе мы, пожалуй, опустим. Нужно затронуть более важное. После того, как задолтали начальный дом, вам нужна машина. Но главное не кататься по всему городу сразу, это привлечет очень много лишнего внимания. В закрытой машине стекла лучше не разбивать, это опять-таки же привлечет лишнее внимание. Если машина открыта, но без ключей, проверьте бардачок, они могут быть там. Также проверьте приборную панель внизу экрана, ключ, возможно, уже вставлен. Если же ключа в округе нет, проверьте соседний дом, он может быть любым из ящиков. На кухне, в комнате, в спальне, везде. Если в доме также нет ключа, то он может оказаться в ближайших зонах, ну как, например, в час. Также ключ может валяться где-то рядом, в кустах или на асфальте. Если в машине нет бензина и рядом нет заправочных станций, то вам поможут другие машины. Найдите канистру и подойдите к машине. Залейте бензин и залейте в свою. Небольшой совет, всегда храните в багажнике запасную канистру с бензином, а в бардачке запасную еду и воду, потому что это может пригодиться в крайних случаях. Также можно хранить дополнительное оружие, на всякий случай, если ваше сломается. Небольшая фишка, которую многие, наверное, не знали. Если у вас есть оружие в руках, желательно другое, поскольку оно бьет сразу в нескольких зомбарей, можете открыть окно и бить из окна. Также из окна еще можно стрелять с оружия. Лично, на мой взгляд, это более безопаснее, чем стрелять на улице, поскольку на улице вас могут и пойти со спины, а машину вы всегда можете отхихать подальше. Ну, хотя огнестрельное оружие, все равно, на мой взгляд, довольно такое себе решение. Если у вас стоит активность зомбарей ночью, или же вы будете уже в будущем играть на серверах, то лучше запомнить время, когда зомби становятся активными. Чтобы не праздновать время, лучше найти часы. Часы можно найти в доме или на зомбе. На зомбе обычно будут часы или обычные, или электронные. В доме чаще всего будильники. Если не умеете сражаться, то лучше всего ищите будильник в доме. Он обычно появляется в спальнях, но на этом видео я не смог найти будильник. И также небольшой совет, не бегайте по лестницам или можете застрять точно так же. Теперь переходим к тому времени, когда зомби становятся активными. Обычно это от 18 до 19 часов. В 20.00 они уже 100% будут бегать, и 100% у них будет уже улучшенное обоняние, слух и зрение. А приходят в нормальную форму, они уже в районе с 9 до 10 утра. Ну, тогда и местный алкаш соседнего подъезда будет уже быстрее них. Если уже над миром спустилась ночь, а за вами гонятся зомби, то у вас есть несколько выходов. Первое, это попасть на двухэтажный дом. Забарикадируется на втором этаже и жить. Если двухэтажных домов в округе нет, то уже спасет вас машина. Прижмитесь водительской дверью как можно ближе к стене, чтобы не прошел никакой зомби. Да, они все равно будут ломать машину, но до вас уже не доберются, если вы будете следить к стене. Но если живется скучно и хотите получить несколько лишних укусов, можете сесть на посадочное сидение, открыть окно и побиться с ними. Но только такая толпа ваших фанатов быстро вас съест, поскольку уже много. Если же вы нашли двухэтажный дом, схватайте первое, что попрошусь о подруге. Столики, стульки, тумбочки. И баррикадируйтесь на втором этаже. Главное не берите стулья и маленькие цветочки. Потому что я сейчас прокололся с цветком и меня покусали. Раньше зомби мебель не атаковали. Сейчас же они атакуют мебель. Так что надо быть аккуратнее. Но все равно их можно сбить с лестницы. И на этом все. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok